Добрый день, меня зовут Никита Севелинов и я начинаю курс лекций по технологии программирования HTML5 Canvas. На рабочем столе у меня сейчас открыты два окна. Это окно Safari и окно текстового редактора. В текстовом редакторе у меня открыт файл canvas.html. Мы провозили Safari, а у меня открыт этот файл canvas.html. Как мы видим, у меня в текстовом редакторе сейчас набросан шаблончик HTML-страницы с включенным скрипт-файлом, в который мы будем обращаться к элементу canvas. И давайте мы его пропишем. В теге body мы пишем canvas.id.canvas, указываем ширину и высоту, закрываем наш тег canvas. В случае, если браузер не поддерживает, он отоплазит нам строчку not-support-campus. Обновляем. Как мы видим, что у нас браузер Safari поддерживает эту технологию. Укажем в скрипт-файле, укажем в скрипте глобальные перемены. Canvas. Контекст. Ширина и высота. Пропишем функцию pinet, которая служит для инициализации нашего холста. canvas.canvas равняется document.getElementById.canvas, точка, 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 запятой. Дальше. Применная v равняется canvas.with, h равняется canvas.it. Context равняется canvas.getContext, указываем на dm. И контекст равняется stroke.rect.00vh. Stroke.rect принимает четыре параметра. Первый параметр и второй параметр отображают, откуда рисовать. Два других остальных параметра отвечают, насколько, какую область мы рисуем по высоте и ширине. Stroke.rect рисует прямоугольничек, который является прозрачным, без заливки. Указываем события Android в TagiBody. И прописываем нашу функцию init. Обновляем страничку. Вот мы видим то, что у нас отобразился холст canvas. Смотрите. Видите? Как здорово. Теперь давайте рассмотрим основу canvas. Основа canvas. Основный полигон. Основная функция. Итак, функция stx. Допустим, field style. Отвечает за стиль заливки. Здесь можно указывать формат. Такой. Дальше. Формат цвета rkba. Такой. Указывать цвет в виде такого синтексиса. Или же просто прописывать цвет. Я пропишу цвет silver. Field event отвечает за рисование прямоугольника, отрисовки прямоугольника или квадрата и с заливкой его цветом. Field style. Вот мы видим. У нас нарисовался прямоугольник, отрисовался с координатами 40, 40, 80 и 90. После прямоугольника. У нас есть также мы рассмотрим строк риф. Давайте еще раз напишем 50, 50, 100, 100. Знаешь, что получилось? Вот. Мы видим то, что у нас поверх нашего field event нарисовался строк риф. Функция begin path начинает новый путь. То есть, все параметры, которые мы описали выше, это field style, они не будут влиять на то, что написано между begin path и close path. Field style. Допустим, orange. Смотрите. Видите? Я обновил страничку и у нас field style, на что не отобразился. Следующая функция arc, которая принимает ряд аргументов. Во-первых, это функция отвечает за отрисовку окружности или другие в зависимости от ваших предпочтений, что вам нужно нарисовать. Давайте рассмотрим отрисовку окружности. Первые два параметра указываются в центре окружности. У меня, допустим, центр в кардинаторах 100, 100. Следующий параметр за радиус окружности, пускай будет 15. Следующий параметр за начальный угол окружности 0, конечный угол у меня 2 умножить на mat.p И последний параметр отвечает, в какую сторону могу отрисовывать окружность. Следующая функция fill означает, что мы хотим залить область, которую мы отрисовали выше. ну вот мы видим. У нас отобразилось окружность с радиусом 15, с диаметром 30, цветом orange. следующая функция я прописал цвет заливки black. следующая функция у нас sticks. равняется здесь пишем размер сигнатуру shift. хилотекст допустим такой текст и с координатами 200, 100, 150. у нас функция font отображает размер shift, сигнатуру, также можно прописать начертания. да, видимо, просто сигнатуру указывается. Так, теперь, помимо функции filltext есть функция строк текст. Вот мы видим, чем отличаются. macOS line первое у нас, что написано, отвечает за заливку текста, то есть за filltext используется. Функция строк текст у нас обводит начертание, то есть, смотрите, я поставлю размер побольше. вот мы видим наглядно, как это работает. Смотрите, заметьте, что это все растровый рисунок. Теперь рассмотрим функцию moveTo и lineTo. прописываю новый путь beginPath и closePath. функция функция сети moveTo отвечает за первоначальную координату, от какого места мы будем отрисовывать линию или же фигуру. так допустим 20 или 250 а стикс lineTo 250 250 у нас линия где-то будет вот так идти сейчас и мы должны отрисовать эти линии использовать функцию строк ну вот мы видим в сегодняшней лекции мы рассмотрели основные основу канваса в следующих лекциях мы рассмотрим более подробно как вы видите что канвас это будущее которое заменит полностью флэш флэш анимацию и на канвасе писать очень красивые игрушки для различных устройств с вами был никита северинов до скорых встреч до свидания так 2 1 5 4 6 5 2 5 5 6 9 10 10 11 14 12